Приветствую всех на своем канале! В этом видео я с помощью термоклея пистолета хочу сделать подстаканник для цветных карандашей. У них есть своя коробочка, но из нее не очень удобно доставать карандаши. Поэтому я хочу сделать стаканчик с клея пистолета, с горячего клея, чтобы можно было ставить туда карандаши, так как такой стаканчик не очень практичный. У меня есть наподобие стаканчик для кисточек, и я буду делать по его форме. Кисточки все достаю. Этот стаканчик я обмотаю пищевой пленкой, чтобы было проще нанести горячий клей-пистолет и в итоге потом сдереть с нее. Сейчас вы увидите все в процессе. обматываю пищевой пленкой хорошенько. Дно вот так вот обмотаю. Так, вот это, что у меня получилось из этого всего. И сейчас я беру крем. Крем у меня с Ифраше уже просроченный, поэтому я могу его смело так вот намазывать. Мажу я для того, чтобы при нанесении горячего клея клей не прилипал к клеенке, а когда высохнет, чтобы его можно было легче сдереть, то есть снять с этой пищевой пленки, с нашей формы. Вот так вот, хорошенько намазываем. Крем еще хорошо пахнет. Так. И теперь с помощью термоклея пистолета я наношу сам горячий клей. Начну я, конечно же, с дна. видео я поставлю на ускорение. Делаем произвольные рисунки, какие-то узорчики. Не имеет особого значения. Что у вас будет изображено? Субтитры сделал DimaTorzok Обязательно нужно следить за тем, чтобы та сторона, где вы уже прошли с клеем, высохла, а потом уже вертеть, да, и делать дальше узорчики, чтобы у вас это не прилипло к поверхности, на которой вы работаете. И продолжайте дальше вот такие вот незамысловатые узорчики делать. Хочу напомнить, что я работаю с клеем-пистолетом бюджетного варианта и с тоненьким стержнем. То есть, есть стержни, которые по 11-12 диаметром, а есть, как у меня, которые 7-8. Вот я работаю с семерочкой. Получается очень тоненькая струечка, поэтому надо тут смотреть, чтобы у вас не получали сильно тоненькие полосочки, узорчики, чтобы они у вас не порвались. Поэтому, после того, как я нанесу полностью клей, я пройдусь еще и посмотрю, где у меня будут тоненькие сильно узорчики, линии, я буду еще раз проходиться клеем, чтобы в итоге у меня это все, эта вся красота, чтобы она у меня не порвалась, не разошлась где-то и не расклеилась. Мне же нужен прочный стаканчик для моих карандашей. Вот я уже сделала. Теперь я пройдусь по самым тонким, хрупким участкам, закреплю их горячим клеем, также я пройдусь по краям. Также нужно сделать, закрепить хорошенько стенки с дном, чтобы они у нас не расклеились. и пока клей горячий, я смачиваю палец и вот так вот пальчиком прижимаю, пальчиком прижимаю, чтобы не было у нас каких-то горбов сильных. Но все-таки должно быть у нас плоское, чтобы оно хорошо стояло. пройдусь по тонким участкам и буду отклеивать от клеенки. Ну что, я прошлась по стаканчику. Он высох, остыл и вот так вот сейчас выглядит. все ровно стоит, все хорошо. Теперь мне нужно извлечь наш стаканчик из клея, избавить от этой пленки и снять с основного стакана. Давайте будем пробовать. Если не получится, то придется этот стаканчик оставить так. Так, 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 так. Скажу сразу, делаю это в первый раз. Все, что вы видите, все происходит со мной впервые. Так, и что теперь делать? Как его снять? Так. Я, конечно, видела на некоторых видео, что, например, когда наносят термоклей, да, с помощью горячего пистолея на какую-то форму, например, как бутылка, то они разрезают. Если нет возможности сохранить полноценную форму, они разрезают. А что делать мне? Фух, с помощью долгих мучений, не этой кисточки вот так вот отдирала там, отклеивала, короче, вот так вот проходила всей кисточкой. И пока вся не зашла седьмым потом, вот так вот снимаем. Ура! Получилось! Фух! баночка спасена. А теперь мы вот эту пищевую пионочку убираем. И извлекаем, что она там хорошенько к дну прилипла. Так, что-то не достается. не хочет аж ничего погребить. Что она приклеилась так хорошо? Ну что, пришлось еще раз потеть, чтобы достать эту клеенку. И то скажу вам сразу, что всю клеенку у меня не получилось снять. Но даже слышно, что шелестит. Может, надо было больше крема намазывать, не знаю. но я это делаю все впервые вместе с вами и показываю, как оно есть. Конечно, на других видео, которых, возможно, и вы смотрели, также смотрела и я их, все выглядит намного проще, быстрее, красивее. Ну, конечно, с помощью монтажа то все очень просто и красиво получается. И клеенка вся убирается. Но я показываю, как есть на самом деле. Придется оставить эту клеенку там, она просто намертво склеилась. Но, тем не менее, результат я получила. У меня теперь есть вот такой вот стаканчик, кстати, очень хорошо стоит, прочный. Мне нравится очень на ощупь изделие, которое получается с помощью этого клея. Они очень приятненькие, такие силиконовые. Можно, кстати, будет еще пройтись аризолем, аризолевой краской или какой-то красочкой покрасить серебряной, золотистой, я думаю, вообще будет шикарно. Или пройтись, знаете, чем еще? Лаком для ногтей такой с блестиночкой, прозрачной блестиночкой. Сам по себе клей этот блестит симпатично, а с лаком с блестинкой он будет еще прелестнее смотреться. Вот, если вы помните, я делала из этого клея такую елочку. Ой, такое приятное на ощупь. Вы можете посмотреть видео, как я ее делала из этого клея. И теперь у меня есть из этого клея такой вот стаканчик. Так, давайте теперь проверим, как наши карандаши будут там себя чувствовать. Я думаю, они чудесно себя там будут чувствовать. Вообще замечательно. И хорошо, что он такой устойчивый. Очень хорошая эта форма, удачная форма для стакана, чтобы сделать стакан под ручки, кисточки и карандаши. Отличненько. Ну что, понравилось видео? Тогда ставь лайк и подпишись. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok